Итак, дорогие друзья, доброе утро! Доброе утро! Шалом из Иерусалима! Мы продолжаем изучать Тору, мы продолжаем изучать Тору и с Божьей помощью, с Божьей помощью продвигаемся очень хорошо. Сегодня мы, скорее всего, закончим, сегодня мы, скорее всего, закончим 18 главу и уже мы приближаемся, можно сказать, к завершению. Яков Шатанин вчера праздновал свой день рождения, сегодня, наверное, после праздника, выучил что-то. Обычно, как Рыба Любайческий говорил, что на день рождения надо принять на себя какие-то охлотот, какие-то решения хорошие, увеличить свою деятельность в сторону распространения Торы и служения Богу. Я думаю, что Яков Шатанин, он слушает Советы Любайческого Рыбы. Вообще, Советы Мудрецов, Советы Мудрецов, это очень-очень важная такая вещь, потому что Бог, когда передал Тору еврейскому народу, Он в Торе сказал, что теперь она лоб и шамаем, и не на небесах, она Тора, а она на земле, она на земле. Есть те люди, которые называются носители Торы, да, то есть те люди, которые называются хранители Торы, да, те, которые передаются от Маше Рабейну. Маше получил Тору на Синай, передал Еушо, Еушо передал старейшинам, старейшины пророкам и так далее. Есть люди, которые держат вот эту вот Тору, они постоянно, без остановки изучают ее, например, такие, как Раф Хайм Каневский, вот в нашем поколении, да, он нон-стоп, он присоединен к Богу все время, как, знаете, как Wi-Fi такой, распространяющий Тору. И вот у меня сегодня было такое во время молитвы, прям был очень интересный такой, как инсайд, да, хедуш это называется в Торе. Мы как-то учили, мы учили с сыном трактат Брахот, и там рассказывается история, как два ученика пришли к одному учителю, да, к Великому, ну, к Равину, который был их учитель. И один из них сказал благословение на какой-то вид еды, а интересно, что благословение это постановление мудрецов, то есть мы должны после еды, например, написано вахальта, весавата, уверахта, то есть если ты поел с хлебом, ну, вот именно съел трапезу, ты должен обязательно благословить Бога, ты же поел, насытился, должен благословить Бога. Это благословение из Торы. Но вот благословение на разные виды пищи, перед каждым видом пищи есть специальное свое благословение, и после каждого. Это уже установили мудрецы, что после чего и как говорить. И там есть у них были, ну, разные они обсуждали варианты, потому что непонятно, ну, некоторые вещи точно непонятные. И там был такой момент, в который пришли два ученика к раввину, один сказал, принесли перед ними еду, которая была непонятна, как на нее благословлять. И один благословил на эту еду, благословил на эту еду, сказал один из вариантов благословения, который можно было сказать. А второй начал над ним смеяться. И раввин этот, он над того, который начал над ним смеяться, он ему сказал, что ты смеешься над ним. То есть он правильно сказал, но и потом он разгневался на того, который правильно сказал, тоже разгневался. Мне было непонятно, за что он на него разгневался. Потом комментаторы объяснили, что он на него разгневался за то, что тот в сомнительном случае, когда есть разные варианты, как благословить, он вместо того, чтобы спросить у раввина, который знает, который выше его по уровню, он благословил сам. И хотя он правильно благословил, но его ошибка была в том, что он не спросил. То есть он как будто бы перед раввином, он сказал, что я сам знаю, я выше. И дальше написано, что он умер. Он умер, тот, который... Вот я не помню, только кто умер. И мне было это вообще непонятно. То есть почему он умер, как это он умер, почему такая простая вещь, и она привела его к смерти. И вот сегодня как раз я во время молитвы вспомнил, что пертьевод мы учили, что нужно быть очень аккуратными с мудрецами. Рядом с мудрецами нужно быть очень аккуратными. Потому что... Потому что... Как там написано? То есть их слова... Кэгахалэй аэш. Их слова как угли с огнем. То есть представьте себе, человек, который находится все время на контакте с Богом. И как бы через него идет божественное проявление в этот мир. И его каждое слово, так как Бог дал Тору и дал инструмент изменения мира и установления реальности в этом мире. И каждое его слово, оно является очень сильным. Я тут вспомнил сейчас анекдот, чтобы это стало нам понятно. Когда-то на атомной электростанции, там же... Ну атомная электростанция, как Чернобыль, вот эти вот атомные электростанции. И значит на пульте управления сидят все время люди, следят, чтобы все работало. А есть еще один пульт, который следит за этими людьми, чтобы все было нормально. И тут вдруг... Тут вдруг из пульта управления атомной станции крик такой... А-а-а! Значит, тех со второго пульта, которые за ними следили, они, значит... А в это время человек отходил, они бегут обратно к этим пультам и кричат, что случилось? А этот, который на том пульте первым сидит, говорит, у меня ручка чернильная потекла, и вот я чернилами запачкался. Тот ему говорит, вот ты дура, говорит, а мы здесь уже все посидели. Ну, мы седыми стали от твоего крика, да? То есть... Есть... Когда человек находится рядом вот с этой атомной кнопкой, с какими-то вещами, и когда... Или хирург. Казалось бы, у другого человека он рукой махнул, ничего страшного. А хирург, если внутри человека рукой махнет, то он ему все скальпелем там отрежет внутренности. То есть мудрецы, которые находятся на связи с Богом, у них намного выше степень влияния на реальность, чем просто люди, которые, ну, там, обсуждают последний сериал Санта-Барбара. То есть те, кто обсуждают последний сериал Санта-Барбара, они обсуждают то, что к реальности вообще не имеет отношения. То есть это какие-то актеры, которые по придуманной истории изображают придуманную историю, и эти сейчас обсуждают придуманную историю по придуманной истории. А мудрецы, которые изучают Тору, они находятся как в компьютере, есть вот эта вот системная... Сзади есть, знаете, мы смотрим на компьютер там, да, на телефон, мы видим, ну, классно, но мы пользователи. А есть программисты, которые там внутри умеют настройками этими всеми и программами управлять. Так вот, мудрецы это те, которые управляют программами этого мира. То есть они находятся там в настройках, особенно те, кто изучают Кабалу по-настоящему. Они находятся... Кабала это, они изучают Маосе, Мир, Кава, то те как раз настройки, через которые Бог управляет миром. И они, находясь там своими мыслями, своим вниманием, своей силой, они влияют очень сильно на этот мир. Понятно, да, идея? Это вот то, что я сегодня утром понял во время молитвы. А сейчас мы дошли до 18 глава, 22 отрывок, мне... Извини, пожалуйста, мне очень мешает то, что ты шуршишь этим. Значит, мы дошли до 18 глава, 22 отрывок, написано здесь так. Маца Иша, Маца Тов. Значит, дословно переводится это так. Нашел жену, нашел добро. Вайафек, рацон мяшем. И вытащил желание от Бога. Значит, очевидно, что этот отрывок был для царя Соломона очень важен. Потому что он, написано здесь, нашел жену, нашел Тов, нашел добро. Так царь Соломон, он женился 700 раз. Он 700 раз хотел, видно, найти добро, но это воспринял, наверное, как заповедь. Кстати, интересно, я слышал, что царь Давид, его отец, он понимал главу Хитецели Мелхома. Когда пойдешь ты на войну и увидишь красивую женщину, что есть возможность на ней жениться. Так я слышал, что он это воспринимал не как возможность, а как повеление. То есть ему казалось, что это как раз то, что надо делать. И он каждый раз, когда шел на войну и кого-то побеждал, то царь Давид, он брал себе из того народа женщину, вот эту вот Яфатуар, и на ней женился. У него были жены, поэтому из окрестных народов. Но из-за того, что он воспринимал это как повеление, то там следующий сразу же отрывок идет в этой главе Китецели Мелхома. Дальше написано, что и потом у тебя будет жена любимая, жена нелюбимая. Если родится сын от жены нелюбимой, ты все равно должен его воспринимать как сына. А потом следующий отрывок, что если будет у тебя сын Сорер-Вемре, если будет у тебя сын, который восставший на тебя и значит, ну такой, как сказать, ну в общем восставший, то будет он себя очень плохо неправильно вести, то его надо убить. И получилось, что действительно, у царя Давида одна из жен, это была жена Гашурского царя, сын, который от нее родился, это был Авшалом, который восстал на отца и хотел отца убить, и который пошел на него войной. И во время этой войны военачальник Давида убил этого сына Авшалома, то есть получилось, что все, что в Торе написано, оно все-все-все сбывается и превращается в реальность. Значит, ну как объясняют мудрецы этот 22-й отрывок, Маца Иша Мацатов, что очень важно, кто нашел себе добрую жену, значит тот нашел добро. Это самое большое добро в мире, когда у тебя есть, ты нашел свою вторую половину. Ну, написано, что тот, кто, человек, у которого нет жены, он не считается человеком, то есть шлемут, как бы совершенство человека задумано в парном, в парном таком формате, да. То есть должен, плохо человеку быть одному, написано в Торе, и человек должен себе найти жену в шелхонорухе. Написано, что обязательно, даже если человек уже пожилой, и у него, не дай бог, там есть умерла жена и так далее, он должен жениться. То есть женитьба – это обязательное условие, обязательное условие жизни в этом мире, это заповедь, то есть это обязанность. Теперь Маца Иша Мацатов, если ты нашел жену, то ты нашел добро. Теперь вот тут вопрос, всегда ли, когда ты нашел жену, ты нашел добро? Потому что написано в Торе же, что когда бог создавал жену, то он создал человеку Эзер Кенэгдо, помощник против него. И царь Саамон же, он сам же писал в Куэлите, что бог Аса Адам Яшар, бог сделал человека прямым. В Эмма, когда они стали вдвоем, Эмма, в общем, Бекшухи Жбонот Рабим, они начали потом что-то выкруживать. И мы знаем историю с Адам и Хава, как пришел змей, пришел он к Хаве, и потом произошло то, что произошло. Теперь сам же царь Соломон, мудрейший из людей, написано, что и совратили жены его сердца. То есть у него вот эти вот 700 жен, они ему, ему они принесли в... То есть они его отвратили, можно сказать, от бога, ему это Тора говорит, что совратили вот эти жены, он женился даже на дочке фараона. И они делали там, служили идолам, они служили идолам, они же каждая жена, представьте, 700 жен. Они понастроили себе дворцов, он каждый дал там дворцы. И они, а они-то все приехали из стран идолопоклонства, из семей идолопоклонников. И у него не было времени с каждой из них пообщаться, поговорить, повлиять на нее и так далее. Они начали служить идолам. А ему это было потом поставлено в вину, потому что он умножил жен. Хотя царь не должен был умножать жен, но царь Соломон из-за мудрости своей, и он знал, ну, он знал все. Он думал, что он сможет, сможет он пройти по краю и повлиять на всех жен в хорошую сторону. Но получилось то, что получилось. Так здесь на эти все вопросы отвечает нам вторая часть отрывка. Вторая часть отрывка, она нам объясняет в аэфэ кратсон мяшем и вытаскивает желание от Бога. То есть, если человек, он женился, он получает вторую половину, которая для него эзеркенэгдо. В этой половине у него есть возможность выполнять заповеди, которые он не может выполнить без этой второй половины. Это заповедь рождения детей, это заповедь Ваахта Лерайха Камоха, возлюби ближнего как себя. Это заповеди Гмилут Хасадим, ну и множество других заповедей, которые он сам не мог бы выполнить. Плюс жена его, она его спасает от греха. То есть, нет другого варианта жить в этом мире, чем жить парно. Другие варианты, они считаются нарушением желания Бога. Но здесь создается новая реальность, в которой человеку, как легко ему выполнить заповеди, так же легко ему ошибиться и согрешить. Поэтому в этом случае самая важная вторая часть отрывка в аэфэк рацион миошем. То есть, во всех, во всех ситуациях семейной жизни, во всех решениях семейной жизни должно, если ты руководствуешься и вытаскиваешь желания от Бога, тогда все будет хорошо. Если ты руководствуешься какими-то другими источниками желания, решений и так далее, то наоборот создается ситуация еще более запутанная, чем она была до этого. Потому что когда у человека есть внутри он один, у него есть только его ецерара, злое начало. Когда они вдвоем, у каждого есть свое ецерара, возникает очень много новых, более сложных ситуаций, как выбрать, как поступить, как правильно поступить. У одного одно мнение, у другого другое мнение. И как раз это является катализатором, вот эта вот совместная жизнь является катализатором, насколько они живут по Торе. Потому что если они живут по Торе, значит у них будет единая система координат, которая будет их приводить к тому, что называется шаломбайт, шалом дома. Если есть шалом дома, то есть шалом в сердце. Если есть шалом в сердце, то есть шалом с Богом. И все отлично тогда. Раши, он этот отрывок объясняет чуть-чуть по-другому. Великий комментатор Раши. Он говорит нам, что Маца Иша, Маца Тов, он говорит, что вообще, когда царь Соломон говорил в этом отрывке про жену, то он имел в виду, это метафора, это Мишли, и он имел в виду Тору. То есть, когда он говорит, там, женщина плохого поведения, он имеет в виду идолопоклонство. Когда он говорит, жена, он имеет в виду Тору. И здесь тогда этот отрывок вообще становится с этой точки зрения еще более понятной. Маца Иша, то есть, если ты нашел себе жена, то есть, если для тебя Тора стала такой же близкой, как жена твоей половиной, тогда ты нашел добро. То есть, тогда у тебя понятное дело, что ты будешь знать, как поступить в любой ситуации. В Айфе, кратсон Миа Шем, ты будешь все время понимать, какое желание Бога. А мы учили в Перти Абуд, что делай его волю как свою. То есть, если ты выполняешь волю Бога, как свою, то есть, воля Бога, желание Бога становится управляющим в твоей жизни, то, тогда и Бог будет твою волю выполнять как свою. То есть, такой человек становится праведником, и у него, естественно, что у него в жизни все идеально. Все, вот два объяснения этого отрывка, очень полезные. И двадцать третий отрывок, двадцать третий отрывок нас переводит в коммуникационную сферу такую, да? Двадцать третий и двадцать четвертый отрывок, они о коммуникации. Ну, давайте, двадцать третий мы сумеем изучить, а двадцать четвертый мы уже сделаем в воскресенье. Значит, двадцать третий отрывок. Тахануним и дабер раш. Вэашир, вэашир. Яне азуд. Значит, переводится это так. Тахануним и дабер раш. Тахануним это как мольба, как просьба. Это тахануним и дабер раш. Говорит бедный, он говорит, он как просит, он, ну, как с мольбой, да, говорит бедный. Вэашир богатый, яне азуд. Богатый отвечает с дерзостью. Значит, в чем здесь, что он нам открыл, царь Салмон? Он нам открывает, ну, такую вещь, что Бог создал этот мир очень разнообразным. То есть в этом мире есть день и ночь, добро и зло, солнце, луна, мужчина, женщина, бедный, богатый. То есть вся эта система, она задумана так, чтобы у человека все время было чем заниматься и чтобы человек, он к чему-то стремился. Потому что когда до потопа были люди, которым Бог изначально дал идеальные условия жизни, они отвернулись все от Бога. То есть до потопа они жили тысячу лет, у них было все, вот они только подумали и все появилось. И эти люди сказали, а зачем нам Бог? Зачем нам Бог? Мы сами как Боди, все у нас есть, все у нас хорошо. И они полностью начали заниматься только извращениями, только стремились к удовольствиям и так далее. И Бог уничтожил этот мир, потому что всякая плоть извратила свой путь. То есть они, в принципе, перестали идти по системе, которую Бог создал. Поэтому после потопа Бог сотворил, уже создал в мире другое условие. Когда есть люди бедные, есть богатые, есть больные, есть здоровые, есть и так далее. Зачем он это все сделал? Потому что человек, которому плохо, он в этот момент, у него появляется мотивация действовать, мотивация что-то делать. И мотивация обратиться к Богу, и в этом и смысл. То есть Бог хотел, чтобы человек обратился к Богу, чтобы человек выполнил то, что Бог говорит надо делать. И через вот это выполнение перешел на следующий уровень и получил награду вечную жизнь. Это как бы задумка Бога. Причем человек тогда получает эту награду заработанно, и в этом выражается любовь Бога, что он не дал ему подачку, на тебе, возьми. Это тогда не награда. Награда это если ты работал, трудился, и чем ты тяжелее трудился, тем тебе ценнее награда. Теперь, поэтому создана вот такая вот история, когда есть бедные, есть богатые. И дальше есть менталитет бедного. Бедный говорит с мольбой, то есть ему плохо, он себя чувствует слабым. И он в этот момент, с одной стороны, ему как бы, ему плохо. Но с другой стороны, когда пришел один очень богатый человек к Хафицхайму, к великому мудрецу, который был тогда глава всего еврейского народа, где-то около ста лет назад. И пришел к нему один очень богатый еврей и говорит ему, вы знаете, вы, значит, самый великий сейчас мудрец, есть ешивы. То есть в ешивах идут люди, которые хотят посвятить свою жизнь служению Богу. Они живут очень бедно. И они не знают, что завтра будут кушать. И он говорит, давайте я сделаю сейчас, вот даю 5 миллионов рублей, значит, делаем фонд. И каждый год у вас будут проценты, на которые вы сможете содержать ешивы, у вас будет уверенность в завтрашнем дне. Хафицхайм говорит, нет, говорит, так не будет. Мы сейчас берем все деньги, и все деньги мы раздаем бедным. Все деньги мы, если вы хотите их пожертвовать на благотворительность, мы сразу все деньги жертвуем. Тот ему говорит, ну это нелогично. Он говорит, мы учимся у Бога. В 40 лет в пустыне Бог выдавал ман каждый день. Даст Бог день, даст Бог пищу. Даст Бог день, даст Бог пищу. То есть только в таком формате есть вот такая прямая связь с Богом, когда ты каждый день, ты понимаешь, что твоя жизнь, она зависит от Бога. И в этом случае Тора была дана тем, кто кушал ман. То есть и специально Бог тренировал, в 40 лет была тренировка, что ты не можешь себе на завтра оставить, ты не можешь себе на завтра накопить. Ты можешь только полагаться на Всевышнего, что Бог тебе даст. И в этом случае у тебя с Ним устанавливается прямая связь. Поэтому 23 отрывок говорит так, что с мольбой говорит бедный. Он все время молится, он все время просит Бога. И он все время чувствует вот эту вот связь с Богом. Причем великие мудрецы еще где-то 100 лет назад, 200 лет назад. Они великие мудрецы, которые просто, ну к ним стекались со всего мира люди с вопросами, как Веленский Гаун, например. Они уходили в добровольное изгнание. То есть они уходили на год и шли каждую ночь, они должны были ночевать в новом месте. Никто их не знал. Они шли, попросили себе еду. То есть как бедные. То есть они себя отправляли в изгнание, чтобы как раз почувствовать вот эту вот связь с Богом, которая была когда-то у тех, кто кушал ман в пустыне. Теперь Ваашир Иоаннеазуд, богатый, он говорит дерзко. Царь Соломон, ну почему богатый говорит дерзко, я не буду объяснять. Он думает, что моя рука и кухивоотсам яди, моя сила, моя рука, дали мне весь этот хайль, дали мне все это доблесть и богатство. А мы уже учили, что перед крушением наступает вот эта вот гордость. Перед крушением наступает вайкба, лев, вот эта вот блатота. Но это естественное следствие, когда у человека все есть, он почему-то думает, что это он сам себе дал, сам себе заработал. Поэтому царь Соломон, он просил в экклезиасте, он просил у бога, он говорил так, он говорил так, что, значит, Шав Эдвар Казав Архек Мимени, пустое и лживое отдали от меня, он так богу молился, то есть, чтобы я вышел из этой вот путаницы вот этих вот пустых и лживых идей. Раш Веошер Альти Тенли, не давай мне ни бедность, ни богатство, не хочу я быть на вот этой вот границе испытания, когда мне вот нечего кушать завтра, не хочу находиться здесь. И Ошер, тоже не хочу, говорил он, не давай мне богатства, потому что я боюсь, что я загоржусь и сломаюсь. И Трифени Лехем Хути, накорми меня законным хлебом, и чтобы я всегда помнил, что, то есть, он просил вот эту вот золотую середину, когда ты и не возгордишься, но и ты не попадаешь в испытание бедностью. Вот, так что все, даже бедность, даже болезнь, даже богатство, даже все, все от Бога. И самое главное, когда ты об этом помнишь, когда ты об этом помнишь, то, в принципе, ну дай Бог, чтобы у нас не было сложности, да, то есть, я всегда молюсь, чтобы Бог не давал мне никаких сложностей, никаких испытаний, чтобы мне хватало мозгов и ума, помнить о Боге каждый день в своей жизни, благодарить его за то, что есть, много работать, много трудиться, понимать, что все от Бога при этом, и, то есть, не нужны мне никакие испытания, ни бедность, ни богатство, готов повторить молитву царя Соломона. Главное, чтобы пустое, лживое, он отдалил от меня Бог, имеется в виду телевизор, имеется в виду интернет, соцсети, это все пустое, лживое, это все обман, не давай мне ни бедность, ни богатство, дай мне законный, честный заработок, и все, все, чтобы было хорошо, это я желаю себе, и желаю всем, кто, всем, кто учит Тору на портале ВАИКР, вообще всем хорошим, добрым людям я желаю того же самого. Все, всем прекрасного дня, шаббат, шалом, и чтобы было у всех все хорошо, шаббат, шалом, счастливо.